Ситуация в Чуваш-Автотрансе остается напряженной. Долги по зарплате сотрудникам так и не погашены. Хотя был обозначен план вывода предприятий с кризиса. Наша съемочная группа побывала там сегодня. Водные процедуры перед выездом на линию автобусы Чуваш-Автотранса принимают регулярно. Впрочем, как и проходит технический осмотр, все поломки вовремя устраняются. Тот же осмотр, только медицинский, каждый день ждет и водителей. Казалось бы, предприятие работает стабильно и без проблем. Но это только на первый взгляд. Я уволилась с 21 марта. С 21 марта мне ни копейки денег не перечисляют. А как мне жить-то? Таких, как Надежда Петрова, становится все больше. Из-за этого только в Чебоксарах количество рейсов сократилось на 30%. На них попросту некому работать. Отсутствие зарплаты в организации уже давно не новость. В феврале этого года десятки автобусов не вышли в рейс. Обещание полосить зарплату вовремя давали и прежние руководители предприятия и профильные министры. Это обещание мы уже видим, слышим третий год. Руководство меняется, ситуация не меняется. И честно могу сказать, вот седьмого числа пенсия, вот это до пенсии осталось. Тянусь. Задолженность по зарплате удалось сократить лишь с 67 до 60 миллионов рублей. План финансового оздоровления, который разрабатывали в самой компании, до конца не утвержден. Но его основные пункты – это оптимизация штатного числа неосновного персонала и сокращение рабочих площадей – уже начинают реализовывать. Все основные работы будут осуществляться в Чебоксарском ПТП. То есть это позволит нам сократить штат ИТР и служащих. То есть никто не планирует сокращать водителей, кондукторов. Никто не планирует отказываться от обслуживания маршрутов. То есть эта работа будет продолжена. На безубыточный уровень, ну или близкий к безубыточному, планируем выйти до конца года. День Икс – 1 июня. Люди настроены решительно. И отпускные не дают, ни зарплату не дают. Спрашиваешь, нет денег – отвечают. Куда девают деньги? Все ждешь, надеешься, что деньги вот сегодня, завтра дадут. А если деньги не поступят, а там уже придется только увольняться. Что делать? Спереди троица. Это значит, что перевозку жителей в места поминовения нужно будет обеспечить в полном объеме. И это ляжет на плечи Чуваш Автотранса. В Миндрансе обещают, проблем быть не должно. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. И как только что стало известно, на расчетный счет Чуваш Автотранса поступили денежные средства в размере 62 миллионов рублей. Средства уже направлены на расчетные счета работников предприятия. Просроченная задолженность по заработной плате будет погашена полностью 31 мая, сообщают в Миндрансе Чуваши.